И речь идет о том, что если мы выполняем цигун или вот как, например, Эдуард предложил, то это длится всего 5 минут. То есть не жалко 5 минут из своей тренировки для такой разминки. Ну, не знаю, мне жалко, например, во-первых, мне так кажется. Во-вторых, это все, как я уже сказал, можно гонять в конце тренировки. Вот для чего вы тянете, например, в начало? Как здесь вот сказано, чтобы надпочечники не стрессовали? Для этого еще раз обратитесь тогда к тем практикам, которые вы практикуете, собственно. Может быть, они являются вообще источником стресса для вас? Ну, кстати, почему многие завершают свой путь в боевых практиках, неважно, в спортивных единоборствах или боевых искусствах? Потому что как раз это является фактором постоянного стресса. А зачем мне этот стресс, когда я лягу надеваю, подушку под голову, буду смотреть телевизор, какие-нибудь обормотские новости какие-нибудь, да и все, да? И меня это не сильно будет стрессовать. Вот чем заканчиваются такие вещи. Поэтому если боевая практика вас стрессует сильно, значит, наверное, вы скорость не попрощаетесь. Потому что с факторами стресса человек расстается без сожаления, как правило, и стремится к такому расставанию. И чтобы оставаться в этом стрессе постоянно, да, нужно себя как-то заставлять это делать. Что является тоже противоестественным каким-то занятием, мне кажется. Так, идем дальше. Медитация, потом производные дыхание, цигун комплекс, затем все остальное по заданию. Начинающий первый год занимается дебэнгун, в конце отжимания, приседания, но можно вообще меньше. Тренировка ушу может выглядеть так. Да, в боевых искусствах тренировка может выглядеть и так, и по-другому, и как угодно на самом деле может выглядеть. Сильно зависит от того, каким образом вы это воспринимали, как вам это преподавали, или как вы хотите, чтобы это выглядело. Как вы строите свою собственную тренировку. Когда мы говорим о самостоятельных тренировках, у вас есть большое пространство для маневра, и вы выбираете, как будет построена эта тренировка. Ну, например, вот, когда я в Москве, например, жил в одном из районов Москвы, там неподалеку была довольно обширная зеленая зона, и у меня автоматически получалась пробежка перед тренировкой. Да, я в этой зеленой зоне занимался, и чтобы до нее добраться, ну, наверное, я бегал туда, ну, и бегал обратно, да. Благо, это не очень далеко было, там, может быть, километр-полтора, там, вот. Ну, да, получалось, что я как бы разминаюсь при этом. Наверное, можно считать это разминкой. Хотя сейчас, например, или в другие какие-то годы, например, был такой момент, когда я в Подмосковье снимал дачи довольно продолжительное время. И там бегать мне никуда не надо было. Я выхожу прямо на участке, занимаюсь, и снова захожу, например, домой. И в этом смысле я обходился, конечно, без всяких специальных упражнений. А что касается пробежек, ну, просто я отдельно их делал, когда считал их нужным. Так, поэтому, когда мы говорим, может ли так выглядеть, или тренировка, в связи с разминкой, например, там, или еще с чем-то. Ну, может так выглядеть, может не так. Все-таки это от вас зависит. Ребят, думайте сами, как, что вы хотите на выходе получить. Потому что, все-таки, согласитесь, очень многие люди занимаются каким-то делом ради процесса, а не ради результата. И зависают на этом процессе. Вот, к сожалению, к моему величайшему сожалению, на сегодняшний день и здесь, и, как я понимаю, в Европе, люди, занимающиеся тайги, вот этим, да, тайги-тьюань, они зависают на процессе, надеясь на какой-то результат впоследствии, когда они, понимаете. Ну, то есть, такая эфемерная, какая-то эфемерно поставленная цель, эфемерный процесс, действие ради действия, а не ради цели. Понимаете, да, есть разница. Для боевых искусств такая ситуация все-таки неприемлема, именно поэтому на сегодняшний день, тайги, к боевым искусствам отнести уже практически нельзя, да. Вот, потому что для нас существует совершенно четкая определенная цель. И этой цели должна служить ваша тренировка. Поэтому я и говорю, что лучше весь дебень выполнять в конце тренировки. Да, можно было на турнирах бить в пах, но это не одобрялось. Да. И, кстати, вообще-то в таких вот еще пионерских клубах старых, еще со времен 70-80-х годов, которые не подчинились и не легли под силовые структуры, там, под МВДшные, как правило, или там какие-то грушные, там, и так далее, в этих клубах и до сих пор это практикуется, на самом деле. И ребята работают без ракушек, без шлемов, без ничего такого, потому что принцип-то один, защищаться ты должен. И защищаться ты должен вот не ракушками, шлемами, там, или еще чем-то, а своими руками, ногами, шагами, там, и так далее. Так что, ну да, вот так, наверное, должно быть. Ну, правда, таких клубах становится все меньше и меньше, потому что пионеры вот эти вот, пионерские движения, это все, ну, в смысле, те, кто был первым, да, они все вымирают уже, как динозавры, и я-то даже не отношусь еще к таким динозаврам, нет, я тоже вымру, наверное, скоро, как динозавр, потому что таких, как я, тоже становится все меньше и меньше, но те, кто был до меня, ну, ребята были хорошие, реально крутые, сильные. Сейчас тоже есть хорошие бойцы, и их так же мало, как и тогда, в пионерское время. Но тогда люди, в некотором смысле, они были очень голодными, понимаете, вот когда голодный человек попадает в ситуацию изобилия, да, ему все интересно и все важно, и вот эти люди, конечно, они достаточно глубоко продвигались вот в этом своем движении каком-то, вот, боевом, да. Сейчас люди не такие голодные, кроме того, вы несколько замучены вот этим вот информационным шумом, да, информационного шума очень много сейчас. Они им говорят одно, другое, другое, третье, третье, где правда? Ну, возникает, наверное, какое-то ощущение, что правда это какой-то компромисс. Хотя в нашем деле с вами какой компромисс может быть? Нет ничего усредненного в боевых искусствах. Здесь все просто, либо да, либо нет, либо есть, либо нет, все. Мне кажется, вот то, как я прочел, мне кажется, что вы говорите об искусстве ради искусства, то есть для того, чтобы лучше получился какой-то элемент, вы должны занять определенное положение, да, вы об этом, наверное, говорите. Или шаг должен сообщить дополнительный импульс, например, какому-то элементу, да. Я, в принципе, с этим согласен, это понятно, но опять, это искусство ради искусства. Вообще шаги нужны, скорее, вот так вот, как написал Эдуард, в первую очередь для тактики и стратегии. Это стратегический элемент ваших действий. И именно поэтому на тот или иной шаг ложатся те или иные элементы. Все вместе, получается, да, становится техникой. То есть в данном случае уже искусство ради эффективности, а не искусство ради искусства, да. Простите, кто не понял, я все время стараюсь разграничивать явление от явления, понятие от понятия, для того, чтобы в вашем сознании тоже проходила эта четкая грань между явлениями. Это просто необходимо, вы бойцы, вы должны видеть, слышать, понимать все, а не воспринимать все как мутную какую-то, как туман какой-то.